Самый большой в городе плавательный бассейн осушен и закрыт на ремонт, который продлится рекордный срок – целый год. Все это время не будет работать и любимый малышами лягушатник, на официальном языке детская ванна. На этот вынужденный шаг администрация Республиканского дома физкультуры пошла не с левой ноги. Ждать дольше уже нет возможности. За все 30 лет со дня основания нашего Центра спорта и здоровья капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. И вот, спустя столь долгий срок, хозяева дома физкультуры, ныне хозрасчетного предприятия, возвалили столь тяжкий груз на свои плечи. В перспективе сделать им предстоит немало. Необходимо заменить фильтры для очистки воды, переоборудовать никуда не годную систему вентиляции, привести в божеский вид стены. Со временем вышки для прыжков в воду будут заменены пластиковыми горками, а дно бассейна несколько приподнимется. Но это все пока в мечтах. На ближайший год цель одна, более прозаичная, но и более важная. Привести в порядок крышу, шифер и перекрытие которой уже не выдерживают своего долголетия, и вот-вот грозят обвалиться. Довольно недорогой проект подготовил Интерстрой, но даже оплатить рассчитанные им работы пока нет средств. Правительство Карелии предложило свою материальную помощь, деревянными, точнее лесом, которые спортсмены должны продать, а затем оплатить ремонт. Что ж, если не найдутся рубли или покупатели на лес, придется, видимо, крышу подпирать бревнами, а стены покрывать вагонкой. И еще об одной крыше, на ремонт которой нашлись и деньги, и время, и оборудование, как сказали бы мы раньше о главной крыше города. Крыша здания городской администрации тоже оставалась неизменной и со времен окончания строительства, правда не столь далеких. В преддверии дождливо-холодного сезона ее решили перекрыть финскими материалами и руками финских же строителей, что, по утверждению хозяйственных работников мэрии, гораздо дешевле и качественнее отечественного. Ремонт – дело хорошее, нужное. Остается только пожелать, чтобы наши избранники с высоты своего положения не забывали о нуждах и чаяниях, оставшихся внизу.